Развитие производства, охрана труда и культуры безопасности, повышение качества медицинских услуг, взаимодействие с молодежью и ветеранами, культурно-массовая и спортивная деятельность – все аспекты коллективного договора производственного объединения «Старт» за 2023 год признаны выполненными. Основной документ, регулирующий социально-трудовые отношения на градообразующем предприятии, обсудили представители руководства Первичной профсоюзной организации заводских подразделений. Важнейшие пункты коллективного договора касаются производственной деятельности. В минувшем году градообразующее предприятие стабильно работало и развивалось. Тот раздел важный, который должен быть выполнен, это загрузка производства, она выполнена, предприятие развивается, предприятие наращивает обороты и выполняет все свои обязательства перед заказчиком. Еще один важный раздел коллективного договора – оплата труда. В 2023 году заработная плата на градообразующем предприятии увеличивалась неоднократно. Трижды повышение заработной платы. Повышение заработной платы с апреля, с сентября и с ноября месяца. В апреле месяце увеличились индексирующие выплаты на 9% от должностных окладов, тарифных ставок. С сентября месяца введена была единая матрица оплат труда, которая обеспечила рост заработной платы в среднем на 15% от окладов, тарифных ставок. Кроме того, с сентября месяца значительно были увеличены целевые размеры годовых премий. Коллективный договор предусматривает серьезную социальную поддержку сотрудников предприятия. В частности, организовано медицинское обслуживание заводчан. Взяли на полную ставку и врача, женского врача. С марта месяца у нас терапевт. Мы будем дальше развивать наш здравпункт. То есть у нас работает стоматолог, еще врачи работают. То есть, пожалуйста, здесь открыты, если есть предложение, кого из врачей организовать прием в нашем здравпункте. Оплата труда и социальные гарантии – основные аспекты, привлекающие на предприятие новых работников. Мы, начиная с осени 2022 года, приняли на работу где-то порядка тысячи человек. Среди них текучесть очень маленькая, меньше 8%. Это значит, внутри завода, в подразделениях нормальный микроклимат, нормальная атмосфера, поддержки. Основная задача наша, конечно, она сегодня кадровая. Нам надо сделать так, чтобы привлечь как можно больше людей на предприятии. И не только на предприятии, и в город. Потому что та демографическая ситуация, которая в городе складывается, я думаю, она не может нас радовать. Надо делать, чтобы действительно вместе работать над тем, чтобы Заречный становился лучше. Благодаря градообразующему предприятию изменения к лучшему происходят в различных сферах жизни города. Важный вопрос медицины. Нам удалось, наконец-то, пусть в третьей волне, но мы в третью волну вошли в Росатоме. Нам выделили в этом году из корпорации 55 миллионов рублей на медико-санитарную часть. Мы должны первый этаж привести в порядок во взрослой поликлинике. Мы проведем ремонт площади и увеличим стоянку перед приемным покоем. Это мы берем за счет средств предприятия. Мы в этом году должны городу помочь сделать скейт-парк, да, Евгений Александрович? Тоже Росатом разрешил нам выделить деньги для детей в детском парке оборудовать. Мы решили оборудовать действительно хорошую площадку. Не ту, которую за полтора года разобьют, а сделать нормальный скейт-парк, который прослужил бы хотя бы десяток лет. Конференции предшествовало обсуждение выполнения коллективного договора в заводских подразделениях. В итоге от работников предприятия поступило 85 предложений и дополнений в документ. Они были рассмотрены на заседании двусторонней комиссии. Предложения, по которым приняты положительные решения, будут озвучены в ходе обсуждения нового коллективного договора на общезаводской конференции. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».